Друзья, продолжается наш прямой утренний эфир. И напоминаем, что сегодня 10 января и отмечается Всемирный День Хинди. А на нем, на минуточку, говорят сотни миллионов человек. Он входит в пятерку самых распространенных языков в мире. И в студии Доброй Раньце Беларусь представитель этой языковой общественности, директор Индийского культурного центра в Минске Каран Парах. Шупарабат. Доброй Раньце Беларусь. Ну или намасте еще, да, такое более распространенное приветствие. Привет и до свидания. Да. Ну мы вас рады приветствовать. Действительно, нам очень приятно, что вы нашли время. Расскажите, вы родом из города Дели. Да. Как попали в Беларусь? Насколько это было случайно, возможно, или запланировано свыше? Я думаю, что да, свыше. Потому что я так никогда не думал, что буду жить в каком-то другом стране. И Беларусь вообще не был в плане. Но после встречи с Сеолей, наверное, так сложилась ситуация, что мы вот решили жить здесь. То есть белорусская девушка Ольга, красавица. Покорила сердце. Да, забрала сердце индийского парня сюда, в Беларусь. Ну да. Каран, а вот вспомните, пожалуйста, уже вы почти 9 лет здесь, получается, да? А вот ваши первые впечатления от Минска в частности? Ну, первое, я думаю, что все это знают, все говорят о том, что здесь очень чисто. Все как красивое, аккуратное. И второе, для меня лично, ну, я из Индии, мне было немножко как... Странно. Ну, странно, что мало людей. Ага, ну, в сравнении, конечно, с индийскими городами. Да, с Индии, где в любой момент, вы смотрите, если из окна, то будут люди, толпа людей, ходит кто-то. А здесь вот один день я утром посыпаюсь, смотрю из окна. Это было не рано, утром уже 10 где-то, наверное. Разгар дня уже, в общем. Да, я спрашиваю, а где люди? А где люди? А где люди работают, да. Кстати, я знаю, что вы тоже в Беларуси-то остались жить, а 9 лет, мне кажется, это уже такой порядочный срок, да. Абсолютно случайно. То есть папа Оли настоял на том, чтобы вы пожили какое-то время в нашей стране. Ну, он мне не знал очень хорошо, какой я человек. Не доверял первое время. Ну, я понимаю, потому что отец дочь, и как он может своей дочь, когда-то просто так, ну, незнакомый человек будет. И еще из другой страны, другой культуры, то он немножко просто, ну, наверное, присматривался к вам. Это был испытательный срок, проверка. Проверка времени. Проверка, да. Слушайте, мы постоянно работаем. Нормально, 9 лет испытательного срока уже. Мне кажется, вы уже прошли с достоинством и с честным. Это очень быстро я прошел. Да. Карен, ну скажите, пожалуйста, вы, конечно, прекрасно владеете русским языком, нам это очень приятно. И даже сегодня продемонстрировали знания белорусского языка немножко. Но вообще, сколько времени вам потребовалось, чтобы погрузиться в языковую среду и выучить русский? И как вы это делали? Специально ходили на курсы? Или все-таки Ольга просто вот с вами болтала много, и вот так произошло? Ну, я нигде не учил. Просто, когда приехал в Брюсию, я понимал, что если хочешь здесь жить и работать, то надо вот учить язык. И, ну, пока я ждал свое видничество здесь, я смотрел очень много русских сериалов. Вот. И вот через сериалы... Видите, мы люди воспитанные на Болливуде, мы смотрим индийские фильмы, а вы смотрели русские сериалы. Так. Ну, смотрел каждый день, вот, я просто хотел привыкнуть на звук, на скорость языка. И вот я думаю, что где-то через полгода я начинал больше понимать. И, ну, где-то меньше года, потому что я начинал разговаривать. Притом Карен нам рассказал, что на самом деле с женой, с супругой, с Ольгой, он разговаривает на английском языке, да? Не на русском. Это привычка просто. Мы когда знакомились, то мы на английском начинали разговаривать, она знает английский. Ваши прекрасные дети. На каких языках говорят? Ну, у меня старший сын, я с ним английском, и Оля на русском, и у меня еще маленькая дочка. Она еще совсем маленькая, но я хочу, чтобы она на хинди тоже. Это важно. Тем более у нас сегодня такой день, особенно давайте все-таки поговорим и фокус внимания наш сместим на хинди. Конечно же, очень много людей говорит на этом языке, но я знаю, что есть такой как бы индийский, английский, но и хинди тоже много диалектов. Правильно я понимаю? Да, есть диалекты, и есть очень много языков у нас другие, которые совсем не похожи. Корни одни тоже, но они когда, даже я не знаю, то очень много людей, которые я не могу понимать вообще. То есть вы будете не понимать диалект индийский, да? Определенно. Есть такие регионы. Это будут южные, например, языки, которые я, к сожалению, не понимаю. Очень любопытно. Хорошо, расскажите, как вы погружаете белорусов в потрясающий, яркий мир индийской культуры. Что предлагаешь ваш центр? Я знаю много всего. Да, мы стараемся показать все, как сказать, часть нашей культуры. Например, у нас очень много семинаров, где мы показываем, как правильно использовать специи, например. Да. Семинар по медитации. У нас есть курс по нашему языку хинди. И по астрологии мы рассказываем индийский. Джоутеш называется. Есть у нас курс по меди. Это рисование хинои. Да, это очень красиво. Цветы вот на руках девушки часто рисуют. Белорусскими тоже приобщились к этой культуре. Да, потому что летом особенно, в теплые годы, да, очень прям востребованными хинди на руках девчонок. А то, что касается языка, там преподаватели тоже носители языка хинди? Нет, преподаватели из белоруссии, да. Потому что, ну... Сложно объяснить тогда. Да, правило надо объяснить. Кара, ну вы 9 лет живете в Беларуси. Вот если отметить тенденцию, стали ли больше белорусы интересоваться индийской культурой? Количество посетителей в центре растет? Да. Я, ну, очень уважаю людей в белоруссии, потому что они как всему открытые. И я вижу, что почти каждую неделю у нас посещают новые люди на какой-то семинар, мастер-классы. Я думаю, что любовь к индийской культуре всегда была, но просто мало было как шансов, возможностей. Да, да, да. Поэтому я решил открыть центр, что могу, ну, как-то вот показать, что люди могли практиковать. Как оно на самом деле, да. И в том числе, да, 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 и в том числе развенчать стереотипы, потому что я знаю, конечно, вам со стороны, кстати, виднее, что у нас, конечно, много стереотипов об Индии, вот, и об этой культуре. Вот если бы мы вас попросили, коротко, у нас остается буквально минута эфира, рассказать о вашей стране. Эта страна про что? Почему, что ты туда приехал? Ну, это страна для всех. Я Индию называю мир в мире. То в Индии каждый найдет для себя что-нибудь. Хочешь отдыхать на море или на горе, есть. Хочешь что-то кушать другое, тоже есть. И я хочу, чтобы люди посмотрели разные города, кроме Гоа тоже, потому что культура в каждом штате разная, и для всех есть что-то для себя. Индию это как специи, я уже поняла. Я думаю, что и вы уже, живя 9 лет в Беларуси, тоже говорите своим индийским родственникам и друзьям, что в Беларуси каждый может почувствовать себя очень комфортно и гостеприимно. Да, это точно. Спасибо за то, что нашли время и пришли к нам сегодня. Мы желаем вам хорошего дня. И напоминаем, у нас в гостях был директор Индийского культурного центра в Минске Карен Парак.